Ворок, дам на власть. Дмитрий Сябов, уважаемая госпожа премьер-министр, коллеги, с учётом повышения цен на газ мы с вами столкнулись с новой реальностью, с новой политикой, и многие, ну практически все наши бюджетные учреждения столкнулись с тем, что выросло содержание их учреждений и хочу вам довести определённую информацию. За ноябрь и декабрь 2021 года все общеобразовательные учреждения в ГГУЗе, это детские сады, это школы, должны оплатить за теплоэнергию на 3 миллиона больше, чем они оплачивали в ноябре и в декабре 2020 года. Этот дефицит возник из-за того, что в бюджетах этих учреждений не предусмотрено повышение цены на газ. И понятно, что прямой обязанностью нашей правительства является решить эту проблему, и мы эту проблему не можем с вами переложить на руководителей детских садов, на руководителей школ, на руководителей медицинских учреждений, на примаров. И тем более уверена, что ни один из нас не хочет экономить на здоровье детей. Я хотела бы предложить, чтобы вы создали рабочую группу, которая бы изучила ситуацию в целом по стране, чтобы мы просчитали, каков дефицит за отопительный период и изыскали возможности покрытия этого дефицита на уровне правительства нашей страны. Спасибо. Спасибо, госпожа Влах. Я думала, вы поддержите проекты, которые мы только что обсуждали, и за которые голосовали, которые включают и проекты в ГГУЗИ. И насчет вопроса, который вы только что подняли, мы уже обсуждали его один раз в правительстве. Когда идет речь о бюджете этих учреждений, мы должны четко сказать, это решается в контексте нормального бюджетного процесса. То есть есть определенные правила, есть определенные аллокации. Тут не может идти речь о компенсациях, потому что не можешь компенсировать из бюджета в бюджет, то есть в тот же бюджет. Просто нужно поднять аллокации в процессе изменения бюджета. То есть у нас есть определенный процесс, он идет нормально. В начале года у всех есть эти ресурсы. Да, они выше, чем они бюджетировали, но это означает, что в процессе нормальном, который обычно идет изменение бюджета, приходят вот эти запросы об повышенных ассигнованиях. Я не вижу большой проблемы, но попрошу господина Будянского добавить тут. Дом Будянский, ва рога. 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 Аппарат где-то deficите и, на реактивное бюджетное, мы оставляем эти логасти в конформу с эволюции приятовлений на сервисиции коммунальные. На момент, не может быть у них уничтожено приятное качество сервисов, потому что это недостаточно, что приятелы, которые были крысканы в месяц, в месяц, в месяц, в месяц, как он был в прошлом. Ура. 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 И мы уже знаем, что, в контексту кризы, с которыми мы confrontаем, мы, наверное, мы вернемся с реактификацией бюджетной тем, как обычно, и, наверное, даже в первую очередь, в первую очередь. Поэтому, что это важно, это понимание ситуации. Итак, я хочу, Министерство финансов и Министерство Эдукации, в коммун с авторитетами публики и локалии, чтобы наблюдать эти услуги и проверить, когда будет необходима интервенция ГУВЕРНУЛАЙ по этому вопросу.